Йо! Короче, давайте переводить, в принципе, стримчик. Ну, посмотрим, что они нам тут накидали. По-моему, стрим называется... Броняки Лимблимбора. Короче, легендарный лут. Как открыть и как он вообще выглядит. Давайте посмотрим, как его тут. Нихера такое мыльцо. Где-то вообще... Очень плохо. Мыло, мыло прямо. Типа, здорово всем. Сейчас мы будем делать все быстро, потому что у нас немного... Ну, немного заняты. Типа, видите, это броня, короче, светлого ластелина. Ну, он полный лут. Там, кольцо, кинжал, лук, в общем, весь сет. Типа, мы играем, короче, типа, на И3, или чё, или мы играли на И3, короче, типа... Вот так вот. Мы покажем вам, как получить эту броню. Какие пути для использования этой брони. И потом мы будем, короче, юзать эту броню. Оно, типа, базируется на скиллах, ну, и определенных скиллах, и билдах, так сказать. То есть ты можешь собирать определенный билд под эту броню. Тебе нужно собирать определенный билд под эту броню, и тогда все будет заебись. Типа, чтобы получить эту броню, ты можешь получить эту броню разными путями. Ебать, нихуяся. Ну, давайте почитаем, чё это за хуйня вообще. Чё я нажал вообще? Хуй с ним. В общем, это легендарный, 15 уровень. Подчините командира, у которого левел 20 и выше. Дает 0,6 ярости, когда убиваешь замороженного врага. Высасывание или доминирование врага восстанавливает на 100% больше хп. 7 фокуса восстанавливается при убийстве. Сет бонус. Получаешь ярость на 50% быстрее, но... Эльфийская ярость длится в половину времени, чем она длится. То есть, потом сет бонус 4. Это восстанавливает все эльфийские выстрелы, когда убиваешь врага во время эльфийской ярости. Но это они сейчас разговаривают о тех скиллах, которым я вам прочитал, так что... Вот так вот. Непонятно вообще, он сказал, что ты можешь собрать такой же билд, как у нас, или похожий, или совершенно не похожий. Да, смысл тогда это говорить. Хуй с ним. Красные глаза у этого чела. Прикольно. Прикольно. Посмотри, посмотрите по цикле. Красные глаза у него. Классно так. Типа, давайте побегаем. Мне кажется, или сейчас Талин держит дубинку? Вот реально так кажется просто. Типа, говорит океан, моя любимая часть этой карты. Я на самом деле слышу, как вода от берега врезается. Типа, мы покажем вам этот регион, потому что вы еще много не видели, несмотря на крепость и лес Карнен. Нихуя там было расстояние по карте, и они его нашли. Вот это, видимо, они реально прокачали их. То есть они теперь чувствуют тебя дальше и видят. Это клево. То есть теперь нужно ударить молотком, чем просто выстрелить в огонь, чтобы взорвать его. Ага, то есть для этого теперь нужен скилл, чтобы взорвать их дистанционно. Ну, огни я имею в виду, если у кого-то хуевая память, как у меня. Сейчас мы просто стволили немного, я расскажу вам немного больше о Матхилден. Если вы, в общем, в Матхилдене, в фильме, где вы просто говорите «френд» и «вей будет овен», то есть ни слова, что есть из Матхилден. Мы имеем в Матхилден, который есть, что у нас есть в мире, но мы имеем в виду, что есть в мире, и вы можете узнать, Типа ты собираешь какие-то ифильдеры, как в первой части вот эти всякие, типа, хуйни на стенах, чтобы потом их собирать вместе и решать, типа, головоломки на каких-то дверях и проникать, собственно, в какие-то сокровищности. Или же он говорит, что даже получаешь фрагменты брони. Как здесь оказался вообще этот лут? А, ну не знаю. То есть, мы пришли в аванпост, и фильдер должен быть где-то четко справа. Мы пойдем и соберем его. Ой, лол. Ой, лол. Его никто не троит. Все, это как в прототип 2, если кто-нибудь играл, меня поймет. Там, когда по телефону тебе звонят, драка прекращается, в тебя перестроят, все стреляют, зомби перестают тебя бить, они просто ходят вокруг. Это мини-игра, короче. Тебе нужно двигаться стиками, чтобы попасть в фокус. Ну, именно, чтобы, видимо, мыло ушло и была четкая картинка, что там написано. О, да, 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 я, 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 блядь, просто гений. Они, они хоть и стали умнее, они стали дальше видеть, чуять и вся хуйня, но они такие тупые, они что-то сейчас так, ну вот, они, блядь, видят Талию, но и стоят просто, и все. Арбалетчик, с кулаков. Фу, какой он урод. Он гоблина напоминает, а не орка или урука. Типа, прежде чем мы покажем вам эльфийскую дверь, мы покажем вам, что эта хуйня может делать, то есть, типа мы покажем, что броня может делать, ну, вся хуйня, на что она способна. Видите, какие-то комбо, надо нажимать кнопки, чтобы блокировать, это прикольно. Имьюнт эксекьющен, но опытный воин. Ой. Вы заметили, сколько это добавило ярости, вы просто посмотрите, просто... Почти чверит, блядь. Стрите, ничего нету, и бум. Ну, мы показываем левел 1 сейчас, потому что мы также показываем левел 4 сегодня, в один секунду, но сначала мы хотим показать, что левел 1 выглядит, после того, чтобы вы переехали до левел 4. Какие-то уровни хотят показывать нам. Спецификально, мы хотим показать вам это в формате shadow strike, поэтому, когда Andy имеет полный фокус, он будет использоваться shadow strike, плюс он будет использоваться chain of shadows. А, то есть, при полном фокусе, ты можешь использовать цепь убийства через убийство с тени. Один, два, ну и три, наверное. Не, просто два. Угу, то есть, ты используешь и выстрелы, и фокус, чтобы продлить эту хуйню. Бля, нихуя, чё-то это не лучник, нихуя. Какой-то он жёсткий, он даже не лучник, он, блядь, лохая затмевает. Жёстко восстанавливает вообще вот это высасывание при этой руне, это пиздец. Ну, два, два, два удара, потому что слишком маленькая хуёвая броня и непрокачаны скиллы на shadow strike. Я там видел в какой-то ветке, обозревал, помню в каком-то видео тоже это обозревал, там, короче, есть такой скил, который уменьшает на два потребность фокуса, чтобы продлить. То есть, там, наверное, на два-три удара можно у нас сделать. Так, ёбаный в рот, чё я сделал? Типа я в такой же лиге, что и Элли, поэтому я такой же Ракал. Смотрите на этого урука бедного. Типа снаряжение может левелапиться с тобой и, типа, сейчас мы покажем, какое оно будет на более прокачанном уровне, как оно будет выглядеть. Типа покажем вам это, а потом будем показывать следующее. Лохаи не шутятся с shadow strike'ом. Ни хуя себе! А вы прикиньте, если он такую хуйню будет юзать на других капитанах? Блядь, это лучник, сука, это лучник! Точнее, арбалетчик, он такой пиздатый просто. Ой, хуёво. Правда, он выродок. Вот это единственное, чё хуёво. А интересно, а можно два раза shadow strike'нуть на одном и том же челе? Ну, просто так интересно. Чё такое? Чего? Overwhelming age? Вообще, какой-то поц вообще левый просто. Откуда он там? Overwhelming age. Блядь, я хуй знаю, что это значит. Ну, блядь, не знаю, типа, в ярости там, или... Не-не-не-не, забудьте, никакой ярости. Он просто в страхе убегает, короче. Просто в страхе убегает, всё. Допустим, он убегает в страхе. Я надеюсь, я прав. Если вы чекаете мои стримы из переводчика, то, блядь, вы меня щас зачморите, полюбас. Я по-любому знаю, что это, что-то из страха связано, что-то со страхом, там, блядь, не знаю. Дрожать, трепещать, что-то такое, блядь. Типа, мы кинем этого капитана, у нас просто стрим по времени, поэтому мы убегаем. Типа, прежде чем мы начнем, я перекину экран на нас, и я вам все объясню. Типа, мы показывали эту миссию давно, блядь, короче, в прошлом разе, и... Люди вообще не шарили, что они делают, но теперь мы посадили человека, который охуенно все шарит, шарит, как работают его скиллы, как работает его снаряжение, и вот, типа, результат. На читерил, короче, я знаю, я знаю тебя, сука, я тебя знаю. А что, мы уже 30 минут смотрим, что за хуйня? Ага, не, не, не. Типа, используем бронюхельный Бримбора, легендарную бронюхельный Бримбора на семнадцатом уровне. Давайте я буду называть его просто призрак, потому что его вот это имя, это пиздец, Келебримбор. Ёпта. Написано типа, что 44 это типа лучший результат вообще на И3. Смотрите, блять, нихуясь он себя забафал. Блять, просто телепортируется у него фокуса. Насколько это? Уже четвертое убийство, да? Или третье? И при убийстве он восстанавливает 7 фокуса. Точняк, точняк, я и забыл. Но его не хватает на телепорт, то есть того, что он восстанавливает, не хватает на телепорт. Идем. Идем. Короче, броня прокачивается по мере прохождения челленджов и по прокачке тебя, то есть вот так. Типа, если у тебя не стрел, то ты можешь высосать свою церковь. Типа, если у тебя не стрел, то ты можешь высосать свою церковь. Восстановить эльфийские выстрелы и снова ебашить дальше шэдоустрайком. Пиздец, у него уже восстановилась ярость, он сейчас может юзнуть эту хуйню. У него будет все бесконечно, он может летать, летать. Фокус, по-моему, бесконечный, разве нет? Да, 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 он бесконечный. Вы видели, блядь, пиздец? Там три киломбримбора во всех стреляли. Ть-ть-ть-ть. Так, подожди, я четко мониторю его скиллы, я вижу, что у него восстанавливается фокус, и вижу, что восстанавливается фокус. Эльфийская ярость, но я не вижу, чтобы восстанавливались выстрелы, то есть ему надо высасывать. Ну, я понимаю логику билда, то есть ты летаешь, ты ебашишься шэдоустрайком, когда у тебя заканчивается шэдоустрайк, у тебя уже должна быть набрана ярость, потому что у тебя фокус рассчитан, ну, на три удара из тени. Это три удара из тени, потом ты юзаешь сам, без фокуса, это четвертый удар. У тебя восстанавливается ярость, ты кого-то высасываешь, у тебя снова дохуя выстрелов, и ты снова ебашишь. Так, по кругу, по кругу, по кругу, и в общем набирается неплохо, да. Не, на то он и легендарный, правильно. Я имею ввиду лут, а не вот этот дебил лысый. Вин Дизель, сука, в очках. А не проще убить драконов? Тогда никто не будет набирать очки за вражескую команду. Ну ладно, может они могут спамниться, я ж не знаю. Это может я сейчас просто сижу так говорю, типа, ну, а на самом деле все не так. Бля, бля, печенье хочу. Чего, бля, кого он высасывает? В натуре, кого он высасывал? Чувак сам в шоке. Видели, на карте все зареспаунились? Он говорит, что немного трудно сражаться с драконами, потому что они действительно хороший противник. Успел, успел, успел. Опять вся ярость? Да ладно тебе, блядь, братан. Ну и все, понеслась, короче. Пиздец, я в шоке. Пять дебилов он может убить. Шесть. Еще, собственно, ручной сейчас наведется и убьет. Семь. Конечно, блядь, у него ярость полностью восстанавливается. И вот эта экзекьюшн полоса, ну понятно, блядь, бессмертный билд, грубо говоря. Он сейчас наведется и опять полетит. Или высосит натуре. Смотрите, у него, блядь, я в шоке, это пиздец. Блядь, за два захода, почти два захода, за полтора захода у него восстанавливается полностью полоса ярости, и он, блядь, опять выебывает всех, кого можно. Они сейчас разговаривают о этой миссии, поняли, поэтому я, в принципе, переводить это не буду. Они там, типа, мы хотели сюда добавить капитана, бла-бла-бла. В общем, я это не буду переводить. Завтра. Ну да, они говорят, что, типа, собираешь свой билд, и тогда у тебя есть, ну, так сказать, личная настройка от Альона, и ты можешь... Ну, и ты, типа, бази... ну, блядь, до чего она сворачивается, не понимаю. И ты используешь только то, на что ты собирал свой билд. То есть, допустим, этот собирал на шедоу страйке, да, я, допустим, буду на добивание собирать. Ну, вот такая хуйня. Кто-то будет собирать на кольцо. Ну, вот разные такие, разные билды под разное снаряжение. Драконы их обогнали, блядь. Сейчас он прыгнет, убьет этого чувака, и у него будет полная ярость. Да, вот я был прав, их можно подчинить драконов и использовать в этой миссии для себя. То есть, использовать их для набивания очков. Чтобы показать, как быстро ты сможешь отбить драконов. Драконы с полным уровнем. Потому что, если вы помните, что Энди играл, когда он был просто с Талианом, и он не был постоянно... Мне кажется, Саурона, наверное, можно будет победить только вот этой яростью. И там будет куча юнитов, чтобы ты ее набрал. Как обычно, короче. Типа, могут ли орки сломать твою броню? Ну, как меч. Нет, нельзя, но... Это интересный вопрос, он не хочет отвечать, но я думаю, что нельзя. Смысл, когда собираешь легендарный лут, подходит какой-то пидорас, тебя случайно убивает и все. И, блядь, у тебя нет легендарного лута. Что за дичь? Что, опять будет весь стрим вот эта миссия? Вы что, ебанулись, ребята? Я не выдержу. Пиздец. Тут только в конце что-то интересное будет. Дверь вот эта. Пиздец, сука. Это что сейчас было, блядь? Урука забрали, а он кого-то казнил. Типа, мы поставим на фазу, потому что мы играем и три билд, и типа, походу вылетит игра, или типа того, если мы это закончим. Типа, и вы спрашиваете, где достать такую футболку? Я не знаю, мне ее сами дали. Я не хочу, я не хочу переводить это говно, я тогда еще психануть думал, блядь, и нахуй выбросите говно. Ну че, ну, блядь, ну ладно. Типа, поменяем билды. Я поставлю сейчас монитор на нас, чтобы мы могли спокойно читерить. Ну, я думаю, вы поняли, какие три самых важных элемента в этом билде. Это Shadow Strike, высасывание и уменьшение количества растраты фокуса. Да все уже догадались, короче. Высасывание, вот, высасывание повышает ярость, потом по-любому есть Shadow Strike цепь, вот она стоит. Что там еще нужно? Все? Мы сами догадались уже, блядь, не тупые. Ну да, ебать, я уже, ну да, нахуй, короче, это говно. Высасываешь, полностью восстанавливаешь здоровье и получаешь ярость. Он говорит, типа, обратите внимание, насколько много ярости получается. Как я и говорил, что потом вы активируете этот режим и надираете всем жопу. Они прямо здесь. Да, да, да. Ну, давайте посмотрим. Элли. Элли. Нет, мы тоже чирили Элли. Мы всегда, как... Мы всегда пытаемся оформлять нашу лучшую Элли, когда мы играем в игру. Типа, в чате кричат, давайте Элли, но типа Элли здесь нет, поэтому буду играть я. Это не легко. Типа, мы всегда стараемся показывать Элли, но это нелегко и не всегда получается. Хорошо. Давайте начнем. Итак, вчера я считал три или четыре элли. Четыре. Вот четвертый пошел. Ну и пять. Пять, ладно. Теперь пять. Буквально пару ударов и тебе уже доступно высасывание. Типа, если вы долго слушаете речь орка, то это типа не сюжетный орк, а это типа наша улучшенная система Немезис. И в таком случае, когда вы видели... Эм... 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 Эх... Эм... 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 Эт… Эм... Типа, броня похоже на... Эм... 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 С bouffa... Эм... Эта миссия из прошлого, а мы видно, что броня Келлиновой похожа на ту, которую он носит Алинн легендарную. Типа, мы можем посмотреть, как она выглядела на самом деле. 73. Все из-за того, что он привлечает драконов. Наконец-то я додумался это сделать. Я думал, он высасывает из уроков внизу, а он, блядь, драконов. Клоны как-то напр... Клоны. 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 Есть, но че-то как-то запутано. Классogi и сотку набьешь? Блядь, одного. Дhe-бил одного 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 одного. бля когда ты проходишь эти миссии ты проходишь испытания которые указаны блять сверху нас то ты получаешь награды то есть ты проходишь эти миссии ты получаешь какие-то части брони он сказал типа килимбримбора но без участия и филдеров вот этих а если ты их соберешь эти надписи на стенах то походу за дверями будет какой-то лут типа после этого мы покажем вам и фильдер вот давайте наверно посмотрим сразу и фильдер поэтому я ебал эту миссию смотрите еще раз меня не выматывает я хочу блевать я просто хочу блевать от этой миссии это просто пиздец это блять блевота а не миссия я не могу если там ничего важного я думаю нет просто не пиздят и бегают и рубят я так заебался просто пиздец типа мы просто показываем вам то что мы можем и к сожалению мы не можем показать ну если бы мы хотели показать вам новый регион но мы не уверены то что он готов ну как бы они хотят вам ну они хотят нам его показать но у нас нет как бы доступа да то есть какие-то возможности показать это типа давайте воспользуюсь этой возможности и напомнить вам эту хуйню типа типа ты можешь получить вы можете посмотреть сет бонусы которые мы получили собрав собрав весь лут он ежедневно он 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 Продолжение следует... Ну, типа, он говорит, что люди что-то не додумались использовать Shadow Strike, видимо, они просто не прочитали или забили хуй. И они, типа, собрали прикольный билд, то есть они подумали и собрали билд. Давайте, типа, теперь поговорим о тех надписях, блядь, на стенах и фильдры. Ифильдры, да? Ифильдры. Ёбтя. Вот это имена. Я просто охуеваю. Ну, типа, давайте мы теперь еще посмотрим на Ифильдры-дор, но для этого, наверное, будет собрать эту всю хуйню. Вот эти все надписи. Короче, они опять хвастаются, что мы, блядь, охуенно сделали детализированный открытый мир. Каждый регион по-своему пиздатый, по нему хочется побегать, в общем. Эх, пиар, пиар. Ну, я понимаю, я, блядь, ну, я же понимаю. Если бы я тоже какой-то товар продавал, то надо же его хорошо пропиарить, да? Там че? Там люди, они не вздыхают после выстрела в голову? Типа, всякие пещеры и сокровища в них. Типа, какой спросили у него в чате, какое твое любимое оружие племени? Он говорит, что это цепь террора. Ну, вот эта, которую, типа, инженеры бросают, потом вся хуйня. Типа, у него это, мародерский, этот, мародерский, типа, лук, арбалет, арбалет. Бля, вы посмотрите, я охуеваю, я че-то так долго думал переводить. Просто, ну, я имею в виду, вот сейчас момент, когда я думал о арбалете мародеров, я просто смотрел на эту клетку Грауга, и моя мысль не могла собраться. Ебать, как они загнали туда, в клетку этого урода. Это ж пиздец. Это, ребята, это, это найс, это найес просто. Ни се. Как ее открыть, выстрелить туда, типа? Типа, он говорит, что это племя вармонгер. Вы просто посмотрите, это какой-то, блядь, лагерь военнопленных, только это звери. А вы прикиньте, если бы здесь были дикие, ну, которые, типа, охотятся, или бессмастеры, сколько бы здесь зверей было. Как интересно будет система отхвата крепости, ну, типа, будет такая же хуйня, только, типа, с крепости выйдет наш, такой, типа, и будет говорить, давайте, подходите, и мы будем защищать крепость. Просто интересно. Ну, хотелось бы, чтобы было так, они там, допустим, на ваш, ну, такая надпись, типа, выскакивает, на вашу крепость напали, типа, вот этих убили, вы убили, вот этих, вашу крепость отхватили, или вашу крепость не отхватили, типа. Ну, а хочется, ну, реально, живой геймплей, то есть там, типа, стоят вот эти войска, как ты, короче, рашишь крепость, ты приходишь, да, так теперь они приходят, выходишь ты наверху крепости, выходит твой оверлорд, и ты стоишь такой возле оверлорда, а оверлорд такой говорит, подходите, уроды, это было бы найс просто. Вот, хедшоп, походу, не убивает, ну, блять, он просто назад поворачивается, и все, при том, его голова полностью открыта, ну, то есть, ладно бы, чуваки в шлеме, но... Типа, мы покажем вам эти контратаки, но это будет немного позже. Ну, да, на самом деле, ну, звери, ну, давно мы уже знаем, что звери будут зависеть от региона, то есть, в холодном, там, холодная игра, вся хуйня, ледяной. Не, орки, наверное, не будут меняться с регионом, орки будут меняться по племени, то есть, наверное, будет так стали все. Нажмите ЛБ, чтобы войти в мир призрака и найти секретную Дор. Дверь. Дор, блять. Ага, двери открываются в натуре только если ты поменялся от скин на мир призрака. Да, вы это извините, типа, за звуки на фоне, бывает. Вот, это то, что нам показывали в трейлере, то, что, типа, гробница древняя, да? Все, мы, типа, вошли в дверь и мы можем переместиться, ну, в нормальный мир, то есть, она просто закроется, но мы будем уже в помещении, нас не выкинет и игра не крашется, надеюсь. Красота, просто огонь синий, вообще топчик. Очень красивая, реально пещера. Древнее наследие такое. Типа, они говорят, что прошло тысяч лет, но, типа, гробница до сих пор стоит и, типа, клево. И вот, по-другому, на сентябре, это же более классное. Да, это реально все. Да, это реально все. Вы можете увидеть, как, в рейдинге. Вы можете увидеть, как, в рейдинге, но... Ну, в рейдинге, мы смотрим, в рейдинге. В рейдинге, мы видим, что, блин, есть. Мы смотрим, зеранно. Какого-либо за тупого, я имею в 7 миллион лет. И мне кажется, что не на самом деле. Я тоже, блин, герой. И двадцать. Also, that. И, я думаю, что-либо за тупого. Говорит, давайте соберем двери, но перед этим у нас как раз удачное освещение от этого синего огня, поэтому давайте посмотрим на броню. То есть броня меняется с уровнем, то есть если она бомжарская, то есть наверное будет только вот это нагрудник, потом ты опять его прокачаешь и будет уже на плечнике, потом ты еще раз ее прокачаешь и будут уже на ручьи, в общем вы поняли. То есть она прокачивается по мере прокачки самой брони. А вот у нас есть значительные изменения, они все равно сохранят то что делает им специально, я не говорю о том, что есть интократические изменения, но вы с учетом имеете в виду изменения, но будут быть какие-то вещи, которые будут добавлять интократность, я люблю интократность, много интократности. Да, 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 я имею в виду много очень grosser историй в этом универсу, и поэтому мы получили все и другие возможности, чтобы просто interjectить каждый раз. Эээээ... 3. 4. 5. 6. 10. 10. 13. 14. 14. Or a murder soon bright. Who dare claim. Или в ху. Вот сюда claim. Или вот сюда claim. То есть, или туда, или туда. То есть, ты собираешь слова. Вот один из шести, да? И потом собираешь стих. И открывается эта дверь. Или, наверное, там что-то пиздадное. То есть, ты не можешь запихнуть одно слово. Не-не-не-не-не. Тогда не получается. Сорян, я тупанул. Сюда claim нельзя. Сюда claim нужно. В ху. Дир. Клейм. Вот так вот. То есть, сюда не claim. То есть, или здесь, это будет claim за наф. Или в ху дэр claim. Типа, я думаю, мы близко. Но слово немного не так. В натуре, симулятор английского класса. Собираешь просто этот стих. Нам нужно собрать еще слова. Блин, если бы я играл. Блядь, я так хочу поиграть в это говно. Я думаю, эти слова, если чисто вот так вот бегать по разным этим, то нужен дракон. Я думаю, эти слова можно за Изи собрать минут за 15. Изи просто, если у тебя есть дракон или хотя бы карагор. Вообще без базара просто. Ну, это эльфы. Из войны даже в фильмах они также выглядят тоже щиты и мечи. Я не знаю, если вы заметили, но сет бонусом идут от 2, и если у вас есть 4 части. То есть, там есть 6 возможных армористов. И это не важно, что вы можете сделать. Клоку, бонусу, 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 бонусу. Так что вы можете сделать 2 бонусы из другого легендарного трябе, и сет бонус 4 из 1 particular армориста. Типа, 2 бонуса от легендарной брони, 4 бонуса от бонуса сета. То есть, получается, 6 бонусов. Да-да-да-да-да-да-да-да. 2 бонуса от брони, 4 бонуса от сета, и еще 2 бонуса от сета, потому что там 2 из 2 еще есть. Типа, мы вам сегодня показали эту броню, которая позволяет быстрее набирать ярость. Типа, ну, выбор ваш, короче. Кто-то хочет использовать его регулярно, если вы хотите телепортить больше с Штаром, даже с нами, мы уверены, что вы тоже сможете найти очень крутые опции. Да, абсолютно. Так что, просто как последний вопрос, я вижу, что есть последние вопросы. Есть вопросы, которые после стрима, я отвечу на что-то не связанное, что-то не связанное с армором. Но на стриме мы сейчас отвечаем. На стриме я отвечаю только по теме. В конце стрима я отвечаю на любой вопрос. Типа, в конце я увидел хороший вопрос. Типа, броняк или броня, типа, самая лучшая броня, что ли? Типа, зависит от того, как ты играешь. Если ты хочешь Шадострайкить, то да, на заебись. А если ты хочешь, допустим, эксекьюты, то не хуйня. Дарк, из Племя Темных, это мое любимое. В натуре я тоже люблю. Мои самые любимые племена это Вармонгеры, Фералы и, получается, Мистик, не, Дарк нет. Ну можно, Dark или Mystic, хорошо. Я там уже на выбор, в зависимости от брони. Как ты можешь получить оружие племени, убивая легендарных орков? И они будут выранивать лут, ну вот эти руны, которые, получается, позволят тебе взять, допустим, тот же молот, да, но он же, типа, легендарный, получается, он меняет всю систему бросков, то есть в лука, я имею ввиду, дальнего выстрела, то есть ты стрелял луком, а теперь ты берешь легендарную руну и ты швыряешь молотки. Есть для каждого племени по одному легендарному сету. Типа, можешь ли ты засрамить чуваков с железной волей? Он говорит, что да, типа, там уже на выбор. Типа, все, ребят, типа, я стою в чате, а этот пирд сваливает. Ой, вот эта Shadow of War мобильная игра, это вообще Это какое-то извращение просто, я не знаю Для кого она создавалась? Для... Просто, я не понимаю Для ребят с дефектами мозга, я просто не знаю Зачем она нужна там, ладно Ладно, графика Сейчас в эпоху технологий, когда есть PS4, ну допустим, PS4, share to play То есть ты можешь играть через телефон Просто нужен джойст геймпад и интернет Или в конце-то концов на компе нормальная версия выйдет Зачем вот эта вообще дефективная мобильная версия Там вообще, я как посмотрел этот трейлер Меня реально чуть не блеванул Не, ну может кому-то она и нравится Но фишка в том, что, а что там делать Там, 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 там просто коридорный уровень Ты бежишь вверх, получается Ты, ну по бокам вверх И получается со своей, типа, пати четырех Мпс, которые, блять Наверное, там тоже хиллер, танк Вот эта поддержка, такая хуйня Но мне лично не зашло, это чисто мое мнение Это, ну, это АЮГО, они созданы Мобильная версия, да? Так, ну, АЮГО Эта мобильная игра, ну, она не включает в себя Ну, она не связана с Shadow of War, поэтому сюжетных спойлеров не будет Так, ну, а также, да, там там, что-то только Ну просто ноль спойлеров и вся вот типа, ебашьте в эту мобильную игру, если вы зарегистрируетесь заранее, вы получите бонусы, там, для владельцев Apple техники и Android, бла-бла-бла, охуенный стоп-кадр. Короче, просто веселитесь, спойлеров не будет. Да, это было довольно весело. И последнее, что это... У нас сейчас немецкий дискорд. И мы будем... Дискорд на немецком? Ебануэр. Он, в самом деле, один из наших моддеров, Басти. Да, он будет способствовать. Один из наших моддеров, по никнейму Лучший, сделал дискорд для немецких пользователей и короче... ебашит... Ну, я не знаю, зачем я вам это перевожу, в принципе, мы же все русские, нам похуй. Если ты хочешь, если ты германский школьник, подросток, короче, и ты хочешь, блядь, пообщаться с такими же дебилами, то ты можешь присоединиться к нашему германскому комьюнити и поржать с таких же даунов, не осознавая того, что ты такой же. Лучший чат. Хорошо. То есть, он просто вышел. Но для них это примерно 15 секунд. Да, хорошо. Так. Так. Если ты хочешь с нами попиздеть, то вот, короче, наши данные. То есть, фейсбук, инстаграм, форумы, редит, дискорд и все это. Теперь, на немецком дискорде, для тех, кто только говорит немецкий, то я бы удивился, если ты слушаешь, если ты хочешь говорить немецкий, то это лучше. Вот так. И это все, которые у нас есть в моменте. Для всех ваших вопросов в чате, я буду спрашивать в чате. Короче, я отвечаю на вопросы в чате, бла-бла-бла, вся хуйня. И вы все были прекрасны. Спасибо, что пришли. Пока. Все, там дальше будет трейлер. Короче, вот такой вот стрим. Опять, это ебучая миссия. Нереально будто смотрят мои ролики, они меня решили доебать, чтобы я просто удалил свой канал, психанул, удалил. В общем, вот такой вот вам, короче, стрим. Не знаю, ебать, кто... Просто, ну ладно, посмотрели на броню. Единственное, что мне понравилось, это... Вот, вот это где-то здесь. О. Да ебаный. Что такое, я... О. Короче, самый топовый момент. Реально, очень красивая ограбница. Я видел ее в трейлерах, мне она сразу понравилась. Вот, ради этого стоило смотреть этот ролик. Реально, ребят. Синий огонь, это просто топчик. Броня такая. Ну, я не использую эти Shadow Strike. Я их использую чисто для перемещения. Ну, по карте, да. Когда заканчивается фокус бежать. Или просто впадлу там. Я просто нахожу где-то в долине уруга и телепортируюсь к нему. И таким образом быстрее перемещаюсь. В общем, спасибо всем, кто смотрел. Реально, если кому-то было интересно... Ну, если остались какие-то вопросы, пишите в комменты. Я постараюсь ответить. Не уверен, конечно, но постараюсь ответить. Так как времени сейчас очень мало. У меня осталась неделя отработки. И... Нахуй с работы съебываю. Просто нахуй. Короче... Всем удачи, да. Хорошее настроение. И... Пока. Ждите инфы. Которая, надеюсь, выйдет в следующую субботу. И, надеюсь, опять не будет этой блядской миссии. Вот этой вот, вот этой вот. Это, блядь, вообще полная хуйня. А то я отрублю эту голову разрабом, как сейчас сделает призрак хуяк. И все, блядь.